Сначала мы оживляем акварельные краски с помощью воды, чтобы могли создать свою творческую композицию. Весьма символично веточки желтой мимозы приветливо распускались под кисточками юных участников проекта. Весна, творчество, фестиваль. Марина Карякина приехала с группой ребят из Нижегородской области. Вместе с детьми из других сельских домов культуры они с головой окунулись в мастер-класс по акварельной живописи. Работаем мы с детьми, занимаемся разными видами творчества, в том числе и рисованием, декоративным прикладным творчеством. Приехали с группой ребят. Очень интересно научиться, познать что-то новое, чтобы использовать потом в нашей работе и с удовольствием заниматься. Первый в нашем регионе фестиваль сельских домов культуры состоится уже 6 апреля. Пройдет он при поддержке президентского фонда культурных инициатив. К этому грандиозному для многих районов событию подготовились весьма основательно. Прошли 12 мастер-классов уже по хореографии, театру, актерскому мастерству и по вокалу. Сегодня у нас проходят 6 мастер-классов по ДПИ и по живописи. Впереди нас ждет еще 3 мастер-класса по фотографиям. На мастер-классах по фотографиям будут принимать участие именитые муромские фотографы. И они расскажут педагогам сельским о своих лайфхаках, о своих наработках, как сделать фотографию более живой и более красивой. Лекцию и ряд мастер-классов по декоративно-прикладному искусству для участников фестиваля подготовили партнеры проекта, специалисты дирекции массовых и праздничных мероприятий. Очень живописно была представлена тема народного и национального костюма, что, кстати, не одно и то же. Народный костюм, он весь целиком и полностью, как правило, является предметом творчества одной единственной личности. Каждая женщина под себя создавала целиком и полностью свой костюм выходной, праздничный, повседневный, ежедневный. Каждый раз это огромные усилия и переработка громадного жизненного опыта далеко не одного поколения. Поэтому и лекция вводная, коротенькая, и потом разъясняющие мастер-классы, они помогут затронуть тему народного костюма в рамках изучения и исследования костюма национального русского. Всего в сельском фестивале творчества и искусств «Путь к успеху» примут участие более трех тысяч мальчишек и девчонок вместе с их руководителями. Будут выступать и самообытные коллективы с творческим стажем. Возрастных ограничений у фестиваля нет. Елена Петрова, Артем Корнилов. Наши новости.